Всем привет, мои любимые, сладкие, вкусные, красивые и непобедимые, мои любимые подписчики! Назову сегодня вас так. Добро пожаловать на мой YouTube канал Rustem Beauty. Меня зовут Rustem и я визажист. Сегодня у нас с вами суперинтересная тема. И это макияж для начинающих. Я постараюсь максимально простым языком для новичков, для тех, кто, возможно, вообще хрен не дует, что такое косметика и что с ней делать. Я именно расскажу немножко о технике, но максимально легкими словами и максимально ее упрощая. Возможно, визажистам это видео будет смотреть неинтересно. Это видео будет интересно смотреть тем, кто хочет начать с чего-то. И также, кто хочет в свою, скажем так, базу знаний о мире, дополнить немножко о визаже. И научиться лучше краситься. Так что видео будет интересно. Не знаю, долгое или недолгое. Время покажет. А прежде чем мы начнем, я вас попрошу всех подписаться на мой YouTube канал, если вы еще не подписаны. Поставить лайк, колокольчик и, конечно же, написать комментарий. Вот. А мы давайте приступим. Я не буду рассказывать про какие-то, знаете, такие догмы, которые дают нам базовом курсе визажиста. Я буду говорить вот-вот максимально просто и максимально русским понятным языком. Чтобы... Потому что иногда... Я просмотрел некоторые видео и заметил, что очень многие визажисты начинают усложнять информацию. Но так правильно делать с коллегами, которые пришли к тебе на обучение, на повышение и так далее и тому подобное. Если мы говорим о обычных девушках, парнях, не важно. Тут важен не запугать терминами, не запугать обилием продуктов, а постараться как можно проще, но красиво. Поэтому мы моделируем ситуацию. Мы проснулись. И что первое нам нужно сделать? Нам нужно умыться. Умыться... Я не буду рассказывать про то, что нужно ухаживать за кожей. Просто напомню. Умываемся мы как? Мы подбираем умывалку под свой тип кожи. Мы умылись. Я очень люблю использовать тонизирующие продукты, либо лосьоны. Как мы его наносим и для чего? Это отлично подготавливает кожу к нанесению макияжа. То есть мы как бы смываем то, что, возможно, не смыли со вчера или... Ну, ну, всякое бывает. И тонизируем и увлажняем кожу. Можно делать при помощи ручек. Можно делать при помощи спонжика ватного. То есть мы протираем легкими движениями лицо. Следующий шаг, без которого мы не можем обойтись, это увлажняющий крем. Нам нужно что-то, что будет защищать нашу кожу. То есть будет барьером между кожей, тональной основой и грязью, которая летает в воздухе пылью. И также нам нужно увлажнить кожу. Не забывайте про это. Тут все очень индивидуально. И советовать не могу, потому что нужно понимать, какой у вас тип кожи, и подобрать под него грамотный уход. Я же буду наносить дневной крем от Лореаль. Я вам просто демонстрирую, как можно быстренько подготовить кожу. В баночку залазю одноразовой штучкой. Даже если это ваш личный экземпляр, советую делать именно так же. Крема также можно переборщить. Следите за этим. Много это не всегда хорошо. И могу посоветовать по массажным линиям разнести крем при помощи ручек. Может быть, если вы умеете и есть желание, сделайте такой мини-лимфодренажный массаж. Это всегда хорошо сказывается на коже. И отеки скажут вам спасибо и решат покинуть ваш дом. Ну, если отеки у вас есть. Следующий продукт, который я также не могу пропустить. Это крем под глаза. Почему отдельный крем под глаза? Зона под глазами, кожа у нас там тоненькая. Поэтому нам нужен немножко другой уход. И немножко другое увлажнение. Мой попугайчик сегодня решил что-то поверещать. Надеюсь, вы его не слышите. Я наношу вот такими вот движениями. Плавными. Кожа под глазами очень деликатная. Не нужно вот так вот ее тут надрачивать. Все спокойненько. Все вот так вот. По сути, можно сказать, что кожа наша готова. Но я все-таки советую использовать базы под макияж. Потому что, ну, потому что это дополнительная подготовка вашей кожи к макияжу. Многие думают, что база сделана для того, чтобы пролонгировать эффект тональной основы. То есть, для того, чтобы она держалась лучше. Но я использую базы для того, чтобы первоначально начать скрывать недостатки. Особенно хорошо, если в базе есть немножко пигмента. Я же базу наносить не буду. Так как мы сказали, что все-таки максимально все будем упрощать. Потому что тон у меня будет не матовый, а с достаточно естественным финишем. И это Clinique Even Better. Отличная тональная основа. За что я люблю тональные основы от Clinique. Они очень френдли с кожей. Я даже заметил, что если я наношу этот крем на какие-то воспаления, покраснения. Он их подсушивает. И тем самым помогает мне бороться с акне. Это с акне. Действительно есть такой фактор. И тут я вот прям вот положа руку на сердце. Могу сказать, что тональная основа действительно хорошо работает. У нее он не плотный. Он такой, знаете, хорошо... Юлдус, заткнись! Будем наносить тональную основу. Чем я посоветую наносить тон для новичков? Бьюти-блендерам. Легче? Еще ничего не придумали. Кисточка может немножко полосить. То есть, если вы неправильно выбрали форму кисти, например, редкой дуофиброй наносите плотный крем, то он может полосить. Поэтому мы берем влажный бьюти-блендер, но мы его намочили и отжали. И начинаем наносить тон. Многие визажисты советуют наносить тон от серединки и растягивать его к периферии. Это правильно, если вы хотите получить более легкое покрытие. Если я делаю вечерний макияж, я всегда начинаю наносить с этой части. Но если мы говорим о ежедневном макияже, то действительно, да, мы наносим на центр лица и оттушевываем тональную основу к периферии. Поэтому я начну с носа и вот такими вот втаптывающими движениями разносить тональную основу. Как вы можете заметить, этот оттенок тональной основы темноватый. То есть, я вообще очень люблю этот оттенок. Эту тональную основу я брал именно для себя, для ежедневного макияжа. Она, знаете, очень красиво выглядит на коже. Когда мы ее только наносим, есть такой эффект, знаете, легкого сияния, но в дальнейшем тональная основа усаживается и сияние становится более деликатным. Легко распределяется, имеет достаточно хорошую плотность покрытия. И что самое главное, он не выглядит как маска на лице. То есть, это ваше лицо, но чуть-чуть получше. Не забываем, что нужно остатки вот на бьюти-блендера затонировать ушки и немножко оттянуть на шею. У нас никогда не должно оставаться ровной линии. Кожа не выглядит перегруженной, не подчеркивает шелушение. Она подойдет как для сухой кожи, так комбинированной, так склонной к жирности комбинированной. Для жирной, скорее всего, не подойдет, может убегать. Следующий продукт, который я буду наносить, это консилер. И консилер я всегда советую использовать светлее на тон, чем тональная основа. Для чего? Для того, чтобы не только замаскировать, но и высветлить. И для того, чтобы сделать такой, знаете, контуринг наоборот. Поиграться вот немножко и отскульптурировать лицо не при помощи темного скульптора, а при помощи светлого. Опять же, не забывайте, когда мы выбираем тональную основу, мы смотрим на свой тип кожи и тщательно тестируем ее в магазине. Наносим мне, можем даже прийти в магазин без макияжа, нанести сюда один, сюда второй, третий, четвертый, пятый, и посмотреть, какая тональная основа вам подойдет, какая тональная основа вам ничего не подчеркнет, или наоборот, хорошо заматирует. То есть, в каждом случае нет такой тональной основы, которая подойдет всем. Мне, например, если нанести что-то очень сияющее, то она с меня будет стекать, потому что у меня комбинированная кожа, и тазиона склонная к жирности. Если же у вас кожа, назовем ее так, сухая, обезвоженная, и вы нанесете матирующий флюид, то он может подчеркнуть ваше шелушение. Поэтому тут я не могу дать такую панацею по выбору тональных средств, поэтому все очень индивидуально. Консилер я возьму от Essence в оттенке 3, или не 3, какой, оттенок 23, камуфляж плюс. Это матовый консилер, мне хочется именно матовый эффект. Я этот консилер распробовал, мне он нравится, и давайте смотреть, куда я его буду наносить. Если особенно у нас есть проблемы с синевой под глазами, то есть, смотрите, наибольшая концентрация синячка у нас во внутреннем уголке глаза. То есть, я точно нанесу сюда, видите, этот консилер, он с таким желтоватым пигментом, я люблю очень. И я советую, знаете, это уже моя авторская, скажем так, схема, вот чуть-чуть протянуть консилер вот таким вот треугольничком. То есть, но не так, как его делают вот тут, а сделать именно вот тут. Также я нанесу консилер вот сюда, для того, чтобы немножко начать скульптурировать лицо, нанесу на кончик носа, на спинку, чуть-чуть вот сюда. Если вы знакомы с фотошопом, то я занимаюсь, знаете, вот когда мы работаем со слоями, я вот занимаюсь как раз-таки коррекцией лица. Я наношу его на все мои прыщички и какие-то нюансы, которые я хотел бы скрыть. Вот, вот, прям вот так вот. Еще, если хочется еще более утрировать коррекцию, можно сделать полосочку так, и можно сделать полосочку так. Чем мы распределяем? Да тем же бьюти-блендером. Хотя я больше люблю распределять консилеры при помощи кисточки. Можно даже пальчиком. Но вот смотрите, как мы это делаем. Я беру вот кончиком и не растягивающими движениями, а именно втаптывающими. Я консилер как бы так же вот оттушевываю на подвижное веко. И видите, вот эту часть я вот завожу максимально вот в носик, в спинку носика, и выбеляю. Видите, у меня взгляд открылся и стал более, скажем так, свежим. То есть консилер у меня выполняет две функции. С одной стороны я высветляю, с другой стороны я маскирую свои какие-то там нюансы, недостатки. Если вы делаете ежедневный макияж, старайтесь не переборщить. И лицо уже стало более фактурным и отскульптурированным. То есть даже мы сегодня не будем использовать кремовые продукты. Я знаю, что вы меня за это ругаете. Типа, ну блин, это же уже не ежедневный макияж. Хорошо, сегодня мы будем работать без кремовых скульпторов. Не забываем вот про эти зоны. Затонировать носик. Очень часто забывают затонировать носик. Смотрите, следующий шаг. Видите, все-таки есть небольшой блеск. Мне его нужно заматировать и закрепить тональную основу. И что? И консилер. Я беру пудру. Пудру я беру от Clorans. Это Everly... Как эта пудра называется? Пудра Multi Eclave. Во втором оттенке. Я про нее уже рассказывал. Идеальная пудрушка. И смотрите, тут мне нужна будет кисточка. Кисточка пушистая. И при помощи этой пушистой кисточкой я буду наносить пудру. То есть я набираю на кисть и наношу, смотрите, куда в первую очередь. Подглазки. Для того, чтобы зафиксировать консилер, чтобы он не катался. Также я наношу пудру вот сюда, где мы высветляли. Помните? На спинку носа. И также я побольше наношу в центр. Ну вот где я наносил консилер, там я и закрепляю. И знаете, работаю больше втаптывающими движениями. Я беру более пушистую кисточку, меньшую концентрацию пудры на ней, то есть такое одно нажатие. И как бы вот такими вот легкими движениями прохожусь по лицу. Главное не перегрузить. Видите, я нанес достаточное количество пудры. Мое лицо стало не сияющим, а именно с таким сатиновым эффектом слегка даже подсвечивается кожа. изнутри. И она выглядит, что самое главное в ежедневном макияже сделать кожу здоровой, если она у вас чуть-чуть там, вы знаете, приболела. Мы возьмем скульптор. Скульптор я возьму сегодня бюджетный. И это будет скульптор от, господи, от Люкс Визаж. Поэтому я беру вот такую вот палеточку от Люкс Визаж, где скульптор мне нравится очень-очень сильно. Смотрите, что самое важное и самое главное. Не нужно рисовать линию. Нужно нарисовать тень. Как ее рисовать? Нужно немножко понять свое лицо, почитать в интернете, потому что очень много форм лиц и очень много техник. Но если вот по-тупому объяснять, то если у вас лицо круглое, то вам его нужно максимально сузить. У меня, видите, лицо немножко вытянутое. То есть я такая, как мячик для футбола американского. То есть видите, такое оно вытянутое. Юлдус едет, я ее закрываю в ванной. То есть для чего мы делаем коррекцию? Мы затемняем те участки, которые хочется нам сделать меньше или расставить там цветовой, теневой акцент. По сути, вот смотрите, что я беру кисть. Это у меня синтетика, смешанная с натуральным ворсом. Я набираю на кисть и смотрите, как я буду ее наносить. Я хочу вот... То есть тут нужно приноровиться. Я вот буду вот ставлю вот сюда вот и вот начинаю легкими движениями. Я не давлю сильно на кисть. Вот так вот и оттушевываю чуть-чуть кверху. Что может быть... Какая может быть сделана ошибка? Можете нанести слишком низко и вы наоборот добавите себе годков. Линии должны быть все равно максимально восходящие. Поэтому я как бы, вот видите, вот такими вот легкими движениями рисую тень. Я не рисую линию. Я рисую именно тень. Вот даже этого эффекта для ежедневного макияжа мне достаточно. То есть все. Я легонечко отскульптурировал лицо. Видите, у меня большой лук. Ну значит умный. Поэтому мне хочется чуть-чуть тут сделать также затемнение. Я это делаю не для того, чтобы его уменьшить, а просто для того, что мне нужен цветовой акцент. Но если у вас маленький лоб, не нужно его затемнять. Он станет еще меньше. Также я могу пройтись по зоне не вилаян. И так же я делаю с этой стороны. Что самое важное, подобрать хорошую кисть и работать не надавливая на кисть, не ставя пятны и выбирая хороший продукт. А многие, как бы очень многие наши девушки, мальчики, любят контурировать себе носики. Я не люблю, если честно, этим заниматься и вот прям рисовать линии. Я больше про то, чтобы сейчас покажу. То есть видите, я вот чуть-чуть слегка себя отскульптурировал, но это не читается как линии. Это читается именно как тень. В остатке я вот по внешней спинке носика с этой стороны и с этой чуть-чуть под носиком и вот как бы его собирая вовнутрь. И вот у меня получился довольно-таки носибельный вариант контуринга. То есть все очень спокойно. Нет никаких линий, нет никаких переходов страшных. Деликатно работаем, особенно если вы работаете в первый раз. Можно взять эту же кисточку, можно взять кисточку побольше. И тут смотрите, сейчас будет просто, я наверное уже показывал на этом YouTube-канале, да-да-да, конечно. Это палетка от Charlotte Tilbury Instant Look in a Palette Stent Rose Beauty. Если вы как раз-таки это очень клиентский продукт для дома, для начинающих, что у нас тут есть? Бронзер, хайлайтер, два вида румян, три вида теней. Все. По сути, да, она стоит 6 тысяч, но у вас тут 4 продукта. И это люкс, это хорошие текстуры. Для чего нам нужен бронзер? Бронзером я еще более смягчаю коррекцию и добавляю немножко загара. Но в меру, то есть смотрите, я беру и как я его буду наносить, этот бронзер? То есть чуть-чуть. И вот такими вот легкими движениями я наношу скульпт, бронзер. Вот сверху коррекции, вот чуть выше, как бы я вот такими легкими, полирующими движениями наношу бронзер, будто мы приехали только что с Бали, с Мау Рики, не знаю, откуда там. Перейдем к румянам. Из этой палетки очень красивые оттенки румян, они с сиянием. С мелким сиянием я советую смешивать эти два оттенка и куда мы наносим румяна. По линии коррекции. Мне нужно наносить на яблочко, будете как марпуша. По линии коррекции добавился такой легкий персиковый оттенок на моей коже. Также на кончик носа сюда остатки уже, сюда, все. Также можно остатки с кисти распределить консилер и как бы зафиксировать румянами консилер. Вот так вот легонечко. Хайлайтер. Не советую использовать яркие такие доохромные хайлайтеры на каждый день. И тем более для начинающих. Советую использовать деликатные текстуры. Как раз таки такая деликатная текстура в палетке Шарлотт Тилбери. Многие называют ее хайлайтер без сияния, но для ежедневного макияжа хайлайтера вполне достаточно. Я набираю на каплеобразную кисть и наношу на вот эту выступающую ямочку. На выступающую ямочку. Чуть-чуть. Видите, у меня просто есть такой перелив. Все. Я не хочу сегодня, чтобы меня было видно из космоса. Чуть-чуть над губкой, чуть-чуть на кончик носа, чуть-чуть на спинку носа. Как еще можно сделать? Если вы плохо тушуете тени, плохо, косяк есть за вами такой, опять же, совсем чуть-чуть набираете на кисточку хайлайтера и вот так распределяете по подвижному веку. Сухие текстуры станут тушеваться легче. Брови. Мы делаем брови. Тут можно использовать все, что вы любите. Можно использовать карандаш для бровей, если у вас редкие брови и вам нужно нарисовать форму. Можно использовать маркер для бровей, если вы хотите заполнить их немножко и прорисовать именно волосковой техникой бровки. Если у вас есть свои брови, не нужно их рисовать заново карандашом. Не советую. Если у вас такие же брови, как у меня, вам достаточно будет функционального продукта, например, от Luxe Visage. Это гель-корректор для бровей, который окрашивает, моделирует и фиксирует. Что мы делаем? Это вот такой гель с такой щеточкой с микрофиброй. Нам нужно всего лишь прочесать наши брови кверху. Мода на графичные брови прошла. Ее нет. Модно как можно более натуральная бровь, как можно более опять же кончик брови. я советую всем поднимать кверху. Это всегда убавляет возраста. И видите, эта бровь у меня выглядит более такой, как бы такой вот грустненькой, а эта у меня приподнялась за счет этого продукта. И с утра, к примеру, ну, не с утра, это занимает максимально мало времени. Это продукт для ленивых, которые просто хотят сделать брови погуще, и не нужно особо, знаете, изгаляться и рисовать. Вот, идеально, просто идеальные брови, поэтому очень советую присмотреться к таким продуктам. Они есть подобные у Benefit, у Essence, но мой любимчик, это за 120 рублей, гель для бровей от Люкс Визаж. Ну что, давайте перейдем к макияжу глаз. Смотрите, сегодня у нас будет спокойный макияж глаз, поэтому, что я делаю? Что я делаю? Я беру жидкие тени от Люкс Визаж в оттенке 0,6. Вот так вот они выглядят. Если вы хотите сократить время макияжа, берите именно жидкие тени, потому что процесс нанесения всегда будет быстрее. И наношу на подвижное веко, то есть вот небольшой точечкой ставлю вот так вот, видите, не беру много продукта, а потому что у меня все-таки дневной макияж и вот такими вот движениями синтетической кисточкой наношу, можно даже пальчиком, так будет быстрее, наношу на подвижное веко. Вуаля! Видите, у меня уже появилась некая тень на подвижном веке. То же самое делаю и со вторым глазом, то есть чуть-чуть наношу на подвижное веко. И вот опять же оттушевываю пальчиком. Будем работать сегодня палеткой от Charlotte Tilbury. Я беру вот этот сияющий оттенок, вот этот вот, на пальчик и закрепляю текстуру теней, то есть вот как бы дублирую то, куда я наносил жидкие тени. На подложке сияющие оттенки будут смотреться более выигрышно. То же самое я делаю и на втором глазике, ну понятно, да? дальше я возьму самый светлый оттенок, вот этот, и нанесу его во внутренний уголок, чтобы раскрыть взгляд и сделать опять же такой акцент. Видите, совсем чуть-чуть я нанес во внутренний уголочек, чтобы меня никто не уволок. я беру вот этот оттенок, видите, да? Вот этот, и матовый, это понятное дело, и начинаю растушевывать границу нанесения шиммерных оттенков и кремовых. Вот так вот по складке века я распределяю эти тени. Видите, уже взгляд стал более красивый и акцентный. Больше концентрация цвета должна быть во внешнем уголке. Мне кажется, для ежедневного макияжа вот этого достаточно. Под бровь я наношу тоже кисточкой хайлайтер немножко, чтобы не перегрузить, а смягчить растушевку, границу убрать. Видите, красивый переход. И следующий шаг я возьму бронзер вот этот вот и нанесу его на нижнее веко. Для того, чтобы консилер у нас не катался, я еще, скажем так, закреплю его. Максимально не требует много затрат времени. Я все делаю быстро. По сути, он у нас уже готов. Но, что мы можем сделать еще? Мы можем взять карандаш для глаз и прорисовать межресничку верхнюю. То есть, я тем самым немножко сделаю глазик более акцентно. Прокрашиваю верхнюю слизистую и также я прокрашиваю ресничный контур. Мы можем подкрутить реснички при помощи келлера. Не бойтесь это делать. Я тоже изначально думал, что это средство для выковыривания глаза, но ничего, потом, знаете, приноровился. Если сделать все правильно, будет ощущение, что вы немножко, знаете, так изменили форму. Ну, вы и так изменили. То есть, нам нужно подкрутить и немножко отвести в сторону для того, чтобы, когда мы накрасили тушью, немножко взгляд вытянется. Можно также прорисовать тут стрелочку, но прошу вас тоненькую, лучше даже карандашиком. Я бы оставил все так, как есть. Тушь возьму я от Кларанс и нанесу ее на свои прекрасные реснички. Больше внимания уделяем верхним, нижний же совсем чуть-чуть. Следующее, я беру карандаш для губ и я его возьму в довольно-таки нейтральном оттенке для того, чтобы оформить контур губ. А давайте я возьму такой вот персиковый карандаш от Art Deco автоматический для губ, который произведен в Германии, ничего себе, в оттенке 22. Вот такой вот карандаш и я прорисую контур губ и чуть-чуть заполню внутренности. Для чего я это делаю? Для того, чтобы на губах у нас, ну, понятное дело, если мы говорим о кремовых помадах, то они у нас все-таки слетают быстрее, но если у нас будет база из карандаша, то макияж губ будет более носибельным. Карандашик у меня решил закончиться. Кстати, не люблю автоматические карандаши для губ, потому что если я наношу его клиенту, мне приходится потом его отламывать для гигиены и кончаются они у меня очень быстро. Я больше люблю в дереве, когда можно проточить. И следующий шаг, я нанесу кремовую помаду от Бербери в оттенке номер 500 Ньют Беж. Это вот такая вот помада в форме пули, мне она очень нравится, оттенок очень красивый. Да, ее нужно постоянно держать в косметичке и пополнять, потому что она убегает. Но при этом она супер комфортно носится и выглядит на губах очень здорово. Вот сейчас заметите, особенно под этот макияж глаз и на этом карандаше будет выглядеть прекрасно. Немножко я выгляжу беленько, знаете, как в 2000-х, но просто я-то темненький, мне этот оттенок помады выглядит светленько. Тут смотрите, по финишу губ можно нанести матовую помаду. Это будет более стойкий результат. Можно взять с собой какой-нибудь блеск и дополнять его. Можно взять кремовую помаду и также на протяжении дня дополнять ее. Я все-таки люблю больше кремовые текстуры, кремовые помады, блески. Я предпочитаю матовые помады именно на вечерний образ, а днем мне хочется чего-то более спокойного, расслабленного и вот такого вот-вот нейтрально-бежего. Ой, мне так нравится сегодня образ, знаете, такой легкий в принципе ни к чему не обязывающий, но при этом если вы так придете в ресторан вечером, знаете, никто не обвинит вас в отсутствии макияжа, поэтому у нас получился максимально, просто максимально нейтральный макияж, который подойдет для любого случая жизни. Очень красиво смотрится, мы перекрыли все недостатки, подчеркнули наши достоинства, хотя не забывайте, что недостатков у нас нету, мы прекрасны. И последний, завершающий продукт, я очень люблю фиксирующие спреи, это может быть термальная вода для того, чтобы соединить все слои в макияже, я же возьму фиксирующий спрей от клоранс и нанесу на все лицо. Хотел, чтобы он сфокусировался, но он не хотел. С ароматом баварской розы буквально-таки немножко и вот такой вот у нас сегодня с вами получился макияж. Надеюсь, для новичков это было максимально просто, максимально доступно. Я использовал продукты как из бюджетного сегмента, так и из люкса, но тут мы все опираемся на наши возможности, можно найти хорошие продукты как в люксе, так и в бюджете. То есть сейчас я уверен, я протестировал очень много бюджетных брендов, многие продукты не уступают качеству люкса. То есть тут такой только вопрос эстетики, упаковочки, ну и конечно всегда приятно держать помаду от Бербери или от Клё Депо. Кстати, да, очень хочу сделать обзор на Клё Депо, но пока что еще не заработал, не заработал. Это макияж мой. Я очень люблю вот такое все нюдово-коричневое, немножко с красненькой, мне нравится. Но опять же, по цвету вы можете играть, миксовать, можете добавить какой-то розовый сияющий оттенок на подвижное веко и оттушевать его матовыми тенями. Я вам просто показал модель. Тут можно, то есть, комбинировать цвета, каждый день использовать что-то новое, но именно эта техника нанесения, она позволяет делать макияж более сдержанным и который подойдет для ежедневного использования. То есть, кожа у нас не перегружена, у нас не слишком много продуктов на лице, но при этом все перекрыто и все выглядит очень достойно. А я был рад, что вы уделили мне время и посмотрели это видео. Спасибо вам, мои дорогие, большущие. Я вас всех очень люблю. Не забываем подписываться на мои социальные сети, ссылки в описании к видео. Также не забывайте писать комментарии, ставить лайки и быть подписанным на меня. Я вас всех очень люблю, мои вкусные. Пив, пив, пив. И желаю вам, чтобы у вас всегда были красивые, сочные губки. А с вами был ваш любимый Рустам Бьюти. Пока-пока, увидимся с вами совсем скоро, но уже в следующем видео.